Итак, сейчас я вам покажу один эксперимент. У меня есть такие кондёрчики по 3000 микрофарад. Я наступлю, я взял, подсоединил, он тут больше 4000 микрофарад, параллельно до анода Экатода. Сити контакты я отключил, замотал. Итак, сейчас будем заряжать кондёр. Сейчас я подсоединяю до клеммы плюс и минус. Так, кондёр ещё не разрядился, сейчас его разряжаю до конца. Так, теперь буду опускать в водоросли, заряжать кондёр. Зарядка конденсатора. Так, засветка, ну, о, уже один вольт, 4000 микрофарад заряжается. Вот так уже 1,1 вольт. Зарядка продолжается, 1,2 вольта. Итак, зарядка произошла, 1,2 вольта. Теперь я поднимаю цей электрод. Так, зарядка завышается. У нас 1,2 вольта. И сбывается саморазряд конденсатора. Ну, я параллельно подключу до всех электродов кондёры. И спробую поднять напругу. Ну, если сделать короткое замыкание, так, я вложу, кладу цей электрод, и роблю короткое замыкание на приборе конденсатора. КЗ. Так, ну, не спим ничего и побачить. Я нам первый включу там. Все по нулям. Теперь опустаю снова. Пошла зарядка. Зарядка заряжается конденсатор. Конденсатор заряжает водой. Так, 1,2 вольта восстанавливается. Значит, я зарядил конденсатор. Уже 1,3 вольта. Зарядил конденсатор 4000 микрофарад. Зарядил. Теперь сделаю короткое замыкание прибором. 40 миллиампер. И упало. 12 миллиампер. 12 миллиампер. Тремаем. Так. Зарядил конденсатор. Ну, и теперь знову я. 14 миллиампер. То есть, ток далее нарастает. Как не видно, он не падает, а нарастает. Странка. Пивовольта. И зараз напругой виновляется. Текстильный конденсатор. Два электрода. Опускаю в воду. Зарядка выгнабливается. Только небольшую часть электроды и напряжение. Но я не вижу зависимости от площади. Водоросли я еще нарушу. Так они выглядят. Будем продолжать далее.